Как правильно объяснить человеку, невоцерковлённому, что службу церкви необходимо посещать? Объяснить человеку невоцерковлённому, что службу нужно посещать, наверное, сложно. Необходимо, чтобы было желание у этого человека прийти в Храм Божий и узнать истину. Но необходимо помочь этому человеку приступить наверняка к первому таинству, церковному, важному для того, чтобы человек воцерковился, это всё-таки помочь ему принять таинство крещения. Потому что крещение — это то таинство, которое называют ключом к Царству Небесному. Если человек приходит на это таинство, он освобождается от всех грехов. И далее жизнь человека православного зависит, конечно, от его намерения быть или не быть со Христом. Человек, который решает быть со Христом, решает спасти свою душу, разноценную, должен жить по уставу русско-православной церкви. И он должен понимать, что Дух Святой, стяжание, вот я только что сказала выше, что стяжание Духа Святого — это важное дело. И получать необходимую благодать, которая для человека — это живительная сила, необходимо в Храме Божием, которое подается человеку через таинство церковное. И церковные таинства, кстати, вот именно для того, Господом учреждены, именно для того, чтобы человек мог получать эту благодать, которая необходима ему для того, чтобы пройти этим земным путем, транзитным путем, получить это может только в Храме Божьем, и вот именно в этих таинствах, которые нам Церковь дает. Таинства церковные, которые касаются крещения, мы получаем крещение и освобождение всех грехов, и таинства миропомазания, эти два таинства, которые соединены в крещении в православной церкви. Все остальные таинства также помогают нам обрести благодать Божию. И есть еще благодать от таинства Евхаристии и причастия. Причастия крови тела Христовых, одно из самых главных таинств, о которых говорится в Священном Писании. Сам Господь говорит, обращаясь к людям, что кто не будет пить кровь мою, не будет есть плоть мою, тот не будет иметь в себе жизни, и не воскреснет в последний день, когда придет страшный суд. Господь нам об этом говорит. Это очень важно. Плюс еще необходимо человеку объяснить, что грехи человеческого рода искуплены сыной крови Иисуса Христа. И эти жертвы искупительные, если человек не принимает, то на него накладывается анафема. Человек, который не ходит в храм Божий, спастись, в общем-то, не может. Вне церкви спасения нет. Вне церкви спасения нет. Вне церкви нет спасения, потому что об этом говорит Христос. И церковь Святая Соборная, которую Он учредил на земле, она наполнена всей необходимой полнотой для того, чтобы спасти человека. Господь не зря оставил церковь на земле, и она, эта вот церковь, в общем-то, находится в таком действии, в унисон с церковью Вселенной, с небесной церковью. Если мы говорим о том, что человек, когда умирает, церковь земная провожает человека, то церковь небесная встречает, мы говорим о том, что здесь на земле церковь земная находится в борьбе, то есть воинствующая церковь, если мы говорим о церкви той, которая находится на небе, церковь небесная, та церковь торжествующая, там победа, победа, там царство славы. То есть вне церкви спасения нет, необходимо это нам четко усвоить и понимать, что смысл нашей жизни в спасении, в выборе Христа своим личным спасителем. И пока мы здесь на земле, нам необходимо этим даром, даром наличия в человеке воли свободной, произвольной, выбрать все-таки Господа своим личным спасителем и пройти по тому пути, которую он проложил для нас. Вне церкви сделать это, в общем-то, сложно. Здравствуйте, я Ирий Анатолий Слободчиков, наследник храма святителя Николая Чудотворца, село Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николая Чудотворца. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, к Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве.